Заседание открыл и провел губернатор Алексей Русских, озвучив новое кадровое назначение. Теперь курировать сферу здравоохранения будет глава регионального правительства Владимир Разумков. Владимир Николаевич, я прошу вас взять ситуацию на свой личный контроль и совместно с Минзавом подготовить предложение по улучшению ситуации. От кадровых вопросов перешли к межрегиональной и международной кооперации. Делегация Ульяновской области 4 дня успешно работала на Петербургском международном экономическом форуме. Были заключены соглашения о сотрудничестве с крупными предприятиями. Это позволит создать в регионе новые высокооплачиваемые рабочие места. 27-28 июня делегация во главе с Алексеем Русских отправится в Уфу на 10-й форум регионов России и Белоруссии. Коллеги, наш президент Владимир Владимирович Путин во время недавней встречи с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия в сфере экономики сотрудничают теперь не только в традиционных отраслях, но и в высокотехнологичных. Поэтому предлагаю обратить внимание при подготовке к форуму регионов России и Белоруссии на данную сферу. В Ульяновской области продолжает работу молодежный многофункциональный центр «Дом молодых». Он ведет свою деятельность в рамках программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых». В прошлом году проект выиграл федеральную субсидию на 116 миллионов рублей. Средства направили на два блока – содержание и инфраструктуру. Инфраструктурный включает в себя ремонт здания, расположенного по адресу Радищева, 154, корпус 1. Это порядка тысяч квадратных метров. Те пространства, которые будут оборудованы для молодежи, лектории, студия видеозаписи, студия звукозаписи. Это и киберпространство. В общем, максимально комфортное пространство для реализации молодых людей. Ульяновская область уже пятый год участвует в национальном проекте «Безопасные качественные дороги». В 2023 году предусмотрено финансирование проекта в размере 7,5 миллиардов рублей. Будет отремонтировано около 120 километров областных дорог. 31 участок дорог на региональной сети и 10 объектов на территории города Ульяновска. В настоящее время у нас полностью заключены все необходимые государственные и муниципальные контракты. Общий процент выполнения на сегодня составляет порядка 37%. По официальным данным, уровень безработицы в Ульяновской области 0,38%. В зоне особого внимания ситуация на заводе «Гиппократ» и на Индинском «ДОС». В регионе проводят мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда. «У нас на особом контроле остается ситуация по предприятиям, которые на сегодняшний день работают в режимах неполной занятости, либо работники которых находятся в простое. Для этого в регионе реализуются дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда. Таким образом у нас реализуются программные мероприятия по временной занятости работников». В Ульяновской области непарный шелкопряд продолжает поедать плодовые деревья. Алексей Русский сообщил, что ему поступает много обращений о нашествии вредителя, который обнаружен почти во всех районах области. Глава региона поручил сделать все, чтобы на следующий год ситуация не повторилась. 22 июня в регионе по традиции почтят память всех погибших в Великой Отечественной войне. Состоится акция «Свеча памяти». Также в 12.15 по местному времени регион присоединится к всероссийской минуте молчания. Ульяновцев призывают ненадолго остановить все свои дела и вспомнить погибших в кровопролитной войне.